Здравствуйте, я Александр Согайдаков, и мы сейчас с вами будем смотреть на прогресс строительства моторно-парусной яхты 24 метра. Продвижение достаточно большое, мне хотелось бы вам это продвижение показать, поэтому прошу на борт. Начнем мы с вами с блока экипажа, прошу. Мы с вами видим сейчас штатно установленный ГРЩ на эту яхту. Это главный распределительный щит, на который приходит питание, разделенный на две секции, на 220 вольт и на, вернее, 400 вольт и 24 вольта. Ну, то есть это имеется в виду диск генератора на 380 вольт, поэтому пишется таким образом. Хотя отдельные шины по 220 вольт. Это мы с вами видим сейчас активный успокоитель качки. Таких у нас успокоитель качки 2. Один находится здесь, другой находится в носовом отделе. Это у нас гидравлическая станция, которая управляет всей нашей гидравликой на рулевое. Мы видим сейчас вон рулевую машину, а в этом месте у нас будет находиться сауна. Здесь находится дверь, сауна заканчивается в этом месте. Здесь находится полка, в которой могут комфортабельно сидеть 4 человека. Это выход со ступеньками на верхнюю палубу, а это вход в санузел. В санузле будет находиться большая душевая кабина, умывальник и унитаз для того, чтобы кто парится или в сане, или экипаж могли попасть. Что дальше? Это вход в блок экипажа машинное отделение. В этом месте специально спроектирована стоит стиральная машина с функцией сушки и отделами под грязное белье. Здесь находится у нас холодильник большой для экипажа и охранения еды. И сверху над успокоителем и качки у нас находится стол с плитой, с мойкой, с вытяжкой. Это у нас каюта капитана, а вот, вернее нет, это у нас каюта двухместная для двухъярусная для экипажа, а это каюта для капитана. То есть достаточно большие каюты для экипажа. Смотрим машинное отделение. Машинное отделение. Мы закончили монтаж линии вала. Штатно установлены упорные подшипники для того, чтобы мы могли смонтировать линию валу с упорными подшипниками и выставить двигатель сообразно с упорным подшипником и линией вала. Упорный подшипник. Вы видите, какой мощный фундамент под этот упорный подшипник, который связан и обварен к фундаментам главного двигателя для того, чтобы упор винта приходился на упорный подшипник, а не на редуктор двигателя. То есть наш редуктор двигателя, он крутит только, собственно говоря, подшипник, он крутит, редуктор наш крутит только сам вал, а весь упор передается на вот эти фундаменты и на этот упорный подшипник, с которым внутри есть еще и амортизаторы. Мы закончили, сейчас ждем электрические клапана на топливную систему, то есть у нас переключение топлива с каждой цистерны, перелив топлива осуществляется с главного поста управления. Там в компании Бернинг будет находиться большой дисплей, у котором можно листать экраны, смотреть, выбирать и перекачивать топливо из цистерны в цистерну в зависимости от потребностей для того, чтобы соблюдать правильную развесовку на судне, или просто смотреть, что расходной цистерной необходимо пополнить топливом. Опрестительная установочка на 540 литров в час, почему такая большая, потому что у нас находится наверху большая бассейн на 3,5 тонны воды пресной, горячая-холодная вода. Здесь же будет находиться у нас еще система подготовки воды, подогрева воды Вишпауэр на 16 киловатт. Это у нас уже выставлена система для кондиционирования, и когда придет система газовыхлопа, когда придут бойлеры, когда придут гидрофоры, мы увидим, сколько много оборудования еще будет здесь. Но, тем не менее, все равно это большое машиноотделение, считаем, что оно сделано профессионально. Давайте посмотрим, как же преобразилась эта яхта внутри, там, где находится уже красота. Прошу вас. Мы видим с вами уже выставленное и вклеенное остекление на этой лодке. Достаточно хорошо. Это стеклопакеты, которые достаточно толстые. То есть это 16 миллиметров толщина стекла, плюс еще стеклопакетик. Когда выстоится клей, на который заклеены стекла, потом заполняется специальным герметиком, который герметизирует и служит демпфером для этого остекления. И в то же время мы видим красивую линию. Когда это все будет покрашено, мы увидим, как это красиво. Не знаю, показывал я или нет, мы заканчиваем все леерные ограждения. Сейчас подходит вопрос полировки. Конечно, очень много мелочей, которые приходится зачищать и полировать. Но мы же строим красивую лодку, поэтому будет красиво. Сейчас вы видите, как мы заканчиваем леерные ограждения вдоль борта. Вот эти все сварочные швы будут ручную зачищаться напильником и полироваться, для того, чтобы выглядели в сплошной красивой линии. Мы видим мощную трубу, хорошую, мы видим крепкое, надежное обрамление. Мы видим, что оно защищает нас, что нет каких-то там маленьких буртиков, чтобы никто не выпал. Переходим в салон. Мы подготовили уже палубу в салоне под уклейку специального паркета. Здесь очень красивый паркет. Я могу сказать, вы когда его увидите, поймете, что это будет просто шедевр. Мне он очень нравится. У нас ширина салона 6,5 метров, и длина салона у нас метров 10. Она еще не заполнена, но мы обязательно это покажем. Это мы видим мощный вытяжной вентилятор из машинного отделения, который в звукоощущенном кожухе, на амортизаторах, для того, чтобы мы не чувствовали вибрации. А это у нас большой короб, с той стороны, вот это весь размер, это вентиляция, которую забирает машинное отделение, главные двигатели и тизель-генераторы. Мы видим, что уже сколько проложено кабелей. Мы видим выводов множества вентиляции, которые идут с нижней палубы. Вот это аппарат подготовки воздуха. Что он делает? Он берет воздух снаружи, к примеру, морской влажный воздух, если это жарко. Он его сушит, и мы получаем сухой прохладный воздух, который по системам вентиляции распределяется по каютам. Мы готовим сейчас это место для главного поста управления. И сейчас готовим, нашли у компании «Люмор» пантографную дверь, которую мы сюда вмонтируем, чтобы это было тоже с общим остеклением. Давайте пройдем внутрь. Носовая каюта. Мы уже практически ее закончили. Если вы обратите внимание на панели, хорошо ли вам видно, это итальянская кожа, которая у нас в обрамлении филенчатой мебели. Вы видите, что у нас все элементы будут выглядеть таким образом. И вот даже если мы посмотрим на шкафчики, то каждый шкафчик имеет тоже филенчатую конструкцию и вставочку из итальянской кожи. Сейчас закрыто, но, чтобы вы понимали, каждая столешница инкрустирована корнем американского ореха. Очень красиво. Иллюминаторы два открывающиеся, морского исполнения. И сейчас мы видим, что у нас уже готовы санузлы. Это у нас будет санузел, в котором будет находиться душевая. И отдельно умывальничек. А с этой стороны у нас, мы уже видим, находятся, видно или не видно, и туалет, и биде, и здесь большой умывальник с большим зеркалом. Это носовая каюта, которая имеет два санузла. Если мы с вами перейдем, вот, например, сюда, то мы с вами увидим уже готовую большую кровать гостевой каюты левого борта. Симметрично ей находится точно такая же каюта по правому борту. Мы видим, что здесь у нас будет большой платяной шкаф для этой каюты. Мы видим достаточно большое расстояние. И готовый тоже санузел, у которого будет свой туалет, своя большая душевая кабина. Собственно говоря, тоже все, как вы видите, отделка мрамора. И дальше мы с вами перейдем к каюту владельца. Штатно установлена большая кровать. Сейчас мы собрали уже столы и мебель. Единственное, что мы сейчас заканчиваем, еще кое-какие трубы мы выведем и закончим, чтобы можно было установить стол с этой стороны. А с этой стороны у нас будет большой диван, тоже с тумбочками. И панели. Хочу обратить внимание. Да, кажется, что труб много, но на каждой трубе у нас будет находиться шильдики, которые будут говорить о том, какая труба к чему принадлежит. То есть, достаточно удобный доступ будет к каждому запорному клапану и ко всем остальным клапанам. То есть, здесь доступ хороший. Санузел владельца. В этом месте у нас находится большое зеркало с мраморным столом. Обратите внимание сюда. Это душевая, вот это все, это большая душевая кабина. С тропическим душем отдельно и с большим душем с лейками, которые находятся направо. И с возможностью, собственно говоря, как вы видите, достаточно комфортабельно здесь находиться, в душе, если необходимо делать какие-то гигиены ног. Дальше мы видим здесь еще одно помещение. Со своей ванной большой. Здесь у нас будет находиться мебель, находиться тоже телевизор. со своими шкафчиками. Поэтому вот такой огромный санузел у владельца. Вы видите высококачественные отделочные материалы. Мы видим, что достаточно хорошо дизайнеры поработали по подбору мрамора. Очень красивые полы. Очень красивые полы. Ну, по крайней мере, и мне нравятся. Так что очень скоро мы будем видеть эту мебель нарядную. Одна, скажу, ну не проблема, но одной из самых больших сложностей, это если необходимо где-то проводить какие-то коммуникации, чтобы вы понимали, все днище занято. Это все цистерны, либо какие-то блоки. Очень сложно. Поэтому, видите, даже не под нищу проводим трубопроводы. Очень насыщенная лодка оборудованием, поэтому приходится находить какие-то решения. Ну, что ж, я думаю, что очень скоро мы с вами увидим полностью готовую мебель. Мы перейдем в салон, увидим какую мебель. И увидим, какая красивая лодка. Потому что сейчас она будет с каждым днем преображаться. Спасибо.